что же приветствую вас дорогие друзья зрители моего канала сегодня будем рисовать цветными карандашами вот мои любимые fabric castle color pencil polychromos вот 60 штук я их рекомендую у меня есть также другие карандаши других фирм вот но все же я их менее как бы рекомендовал скажем есть у меня кохиноры да они они подходят для раскрасок так скажу я их особо не рекомендовал бы для такого для создания красивых рисунков да скажем так вот призма color да может быть да да можно можно значит призмами рисовать но вот что касается вот этих канадышей fabric castle polychromos я однозначно рекомендовал бы если вы хотите думаете да они дороже но они более качественные они цвет хороший дают и не так ломаются как другие например те же те же призмы да но кто-то конечно любит призмы будет спорить со мной говорить о том что ладно что там говоришь я доволен призмами прекрасности доволен то хорошо вот вот такие карандаши сейчас будем рисовать я поделюсь может быть несколькими моментами как создавать рисунок значит цветными карандашами будем что-то рисовать простенькой так вот бумага что касается бумаги особо заморачиваться не нужно нужно заморачиваться над тем чтобы она была гладкая и что была плотная но минимум скажем 250 грамм на значит метр квадратный да или 300 это уже супер да потому что если мы будем наслоять там да то конечно же и так простой такой у нас будет рисунок да вот значит провели здесь линию может быть вот так здесь у нас то есть мы будем рисовать зажигалку да и сначала создает создаем линейный рисунок я думаю вам не составит труда ну по нему понятно что вот эти линии мы да как делаем перспективе эти линии уходят в перспективу но не обязательно так уже точно прям четко потому что вот здесь например там какой-то может быть у самой зажигалки изгиб здесь у нас вот вот эта часть вот она до металлическая часть я уже как бы пытаясь ее нарисовать да так тут у нас вот кнопочка здесь у нас как-то так крутилки эта крутилка которая который на которой мы крутим и идет искра и здесь у нас идет огонь до загорается то есть перерисовываем сначала общая форма да я нарисовал потом вот вот эти все детали я пытаюсь нарисовать так дальше здесь отверстие у нас имеется и такое форма буква с на от кириллицы имею ввиду с вот она какие тут еще детали тут у нас еще вот такие линии проведем вот эта пластиковая часть внизу где у нас жидкий газда отделяется от верхней металлической части здесь такой регулятор такой блик сразу ставил может быть может быть легко вот там вот здесь оставляем такие контуры пятен до или бликов вот скажем здесь блик вот это блик ну может быть чтобы ориентироваться но не обязательно можно уже потом потом когда будем рисовать так и здесь вот так да вот так в принципе можно еще что там ну например вот здесь так легко как-то лежит здесь уровень вот так на референс крайней мере я вижу но не обязательно так все вырисовывать четко может быть чуть-чуть эти формы будут по-другому нарисованы это не беда так все беремся за карандаши цветные и вот смотрите вот у меня есть выкраска я вам тоже рекомендую потому что пока вы станете профессионалами будете все это видеть и будете главное знать свои карандаши потому что знаете то что у нас на бумаге это что у нас например находится вот здесь да вот может попадать может быть чуть чуть не попадать но на бумаге у нас уже будет видно да вот 112 номер 112 номер здесь да и мы видим выкраску смотрим сразу и можем понимать что какой карандаш взять да то есть и смотрите что мы делаем сначала сейчас я не буду рассказывать о тушевке и штриховки я сейчас использую тушок да как метод можно штриховать и такой принцип такой принцип сначала мы используем с вами более светлые тона карандашей а потом идем к темным то наоборот не темные ну то есть я имею ввиду вот сейчас у меня светло-зеленый потом я буду брать более темные тона или оттенки зеленого цвета и поверх этого буду рисовать то есть я сначала беру и зарисовываю ну прям можно целый объем ну если жалко карандаша и конечно потому что они дорогие можно вот так брать и сразу какой-нибудь темненькие там темные пятна но но хочу сказать но у нас многослойное рисование поэтому то что вот этот уже есть это хорошо смешиваясь с другим цветом он будет давать еще другой оттенок да еще другой оттенок не такой как вот просто взяли карандаш и понимаете смешиваясь смешиваясь оттенки у нас получаются другие немножко конечно мы можем взять и немножко придавить и получать определенные более темные тона но я так не советую делать потому что если он по сути вот его дави не дави он все равно будет вот такой да а нам нужно более темный можем конечно еще какой-то второй слой но не сильно да и не нужно давить на карандаш сильно многослойное рисование да как вы творили наслояем свои один на другой вот я и так как бы по второму слою и ну второй слой уже чуть-чуть чуть-чуть краска ну как бы цвет становится более насыщенный чуть-чуть вот и дальше нам нужно выбрать более темный цвет и вот я предлагаю даже вот взять и вот этот попробовать 165 до 165 до 165 и все давно уже не рисовал цветными карандашами и я так тоже пытаюсь не сильно надавливать оставляя вот здесь блик в уголке на крайняк блик можно нарисовать другим каким-то рисующим средством и вот вот эти темные формы которые у нас есть я пытаюсь рисовать и вот что я хочу попробовать взять и этот же да ну даже не этот вот более светлый тон у нас более светлый тон такой желтый да вот он сто семьдесят первый и вот сверху поэтому да вот так более такой живенький цвет получится более такой например вот здесь более темные тона вот в этом хватает темноты даже этим вот потом вот здесь по краешку прохожусь потом по сути вот эти цвета используем вот чтобы понимали вот и вот этот вот эти цвета 23 так и я хотел взять светлый и вот здесь вот здесь понимаете сначала слой был вот этот вот этот потом я еще сверху этот добавляю но где темные я вот этот беру где темные пятна мир здесь и потом темным может быть как-то так я немножко не так рисую как в референсе но все же передается здесь вот этим средним буду называть вот так темный светлый средний хотя это понятно это я потом буду называть сейчас средний как бы тон использую немножко так кривовато здесь идет так теперь темный тон так здесь что у нас но может быть вот так темный так смешиваю самым светом кажется один цвет имеет значит и вот здесь тоже один цвет имеет зеленый до зажигалка на самом деле видим оттенков цвета самого да намного больше чем скажем просто зеленый вот по сути вот эту часть ну кажется что закончили да но все же дальше мы продолжаем и вот как-то так темно будет вот довольно так сначала так сильно давлю пятно потом вот здесь легко легче вот эти пятнышки такие там наблюдается пятнышки не так сильно давлю тут оставляем блики то есть вот такой блик будет идти в этом направлении может быть вот так так вот таким средним дальше ну и здесь конечно должно быть вот этот как бы жидкий в газ он дает такую ну вот эту темную форму далее здесь вот формы темный самый темный и вот такая общая форма тоже здесь оставляем блики и и и и и и и и и в среднем нет самым светлым вот здесь тоже самым светом так и и вот так добавляем вот и самым светлым от сверху прям тоже могут вот дальше может быть вот здесь чуть-чуть добавить темным так и такой по темному самый светлый смешиваю это все вместе темным самым светлым и дальше продолжаем продолжаем оставляю блики здесь не так сильно давлю так у нас как-то здесь есть так и и вот здесь еще блик так самым светлым зеленым вот здесь и сверху по этому то есть темный смешиваем с светлым да здесь тоже вот уже светлым зарисовал и еще легко вот так касаясь так только с бликами здесь нужно разобраться если где-то что-то пропустили например вот здесь да можно будет потом добавить какой-нибудь левый ручкой так ладно вот так будет дальше здесь вот здесь тоже пятнышки имеются вот в этом месте самый более насыщенный здесь даже можно взять какой-нибудь черный либо либо очень темный зеленый вот это у меня 267 но это только вот в этом месте здесь самый-самый темный насыщенный цвет должен быть да так здесь и может быть может быть так самый светлый самый темный так не до самого края тут еще вот можно самый край вот зеленым смело вот так закрасить вот так и самым светлым сверху далее вот эта форма вот здесь пятно тоже есть у нас и вот это пятно мы рисуем не максимально сразу давить чтобы это пятно нарисовать это такой метод есть а вот нарисовали самым темным потом средним еще вот так добавили или видите если нужно еще более темные где-то там ну то есть не все пятно зарисовали только часть вот и рисуем вот эти пятнышки видим здесь они более таких светлых тонах с размытыми ну не всюду сразу вот здесь размытые края а эти края более четкие но более светлые тона вот здесь темное пятно вставляем вставляем блики может быть так здесь может быть шире сделаем пятнышко так и опять средний берем вот таким макаром таким методом так ну и добавляем жизни вот этим цветом а самым светлым здесь можно было ну ладно самым светлым здесь слой добавляем так здесь оставляем вот так возле черного-белая и по блик да и закрашиваем и закрашиваем в принципе уже в таком состоянии да эта часть более-менее смотрится ну да вот так можно вот так легко касаясь и средним просто пятнышки рисуем вот такого такого вида вот они где-то здесь может быть немножко вот так здесь светлым вверху так средним может быть так ну здесь и темный должен быть и светлый так свет самым светлым и вот здесь вверху и оставляя вот эти блики да если что где не закрашено закрашиваем вот этим самым светлым блики вот здесь белые и здесь а все остальное по моему светлое даже здесь так и вот здесь здесь белые по моему да то есть последний слой все это как бы растушевываю может быть вот здесь чуть-чуть вот так корректировочку мягкую сделаю то есть блики есть но не такой длинный жирный так но и теперь приступаем к металлической части хотя здесь еще вот эта часть это по моему не знаю металл входит то есть вот эта пластиковая часть она как бы сверху на металл по моему заходит да как-то так так и вот этим зеленым сначала самым темным но я не слишком сильно жму так легко нажимаю вот где темно там сильнее нажимаю вот здесь например и вот здесь в этой области вот если нужно да блики видите как получается блики вот дальше вот в этой области да вот этой плоскости здесь желтоватая охра есть у нас желтоватая охра вот она жженая охра вернее 187 вот это легко легко касаясь и причем краешек оставляя не вот не до этой линии да то есть вот таким образом и вот здесь тут а вот таким образом да блик оставляю то есть вот такая некая охристость здесь есть то есть сначала светлые тона как я говорю да сначала потом уже идем темные может быть вот здесь еще есть охра жженая называется жженая охра потом где еще вот здесь где-то вот так все вот здесь у нас конечно темно но там у нас просматривается и зеленоватость некая и индиго я возьму да индиго индиго это темный индиго вот в какой последовательности сначала может быть там еще элементики там какое-то отверстие есть не дорисовали то есть я сначала беру и вот этим зеленым да делаю градацию здесь темнее здесь светлее справа налево может быть вот так здесь у нас будет краешек да то есть у нас здесь блик вот так да то есть довольно светло теперь индиго беру беру индиго и вот он наш индиго тоже стараюсь сильно не нажимать сначала по краешку там белый да помоем есть немножко и здесь краешек оставляем хотя здесь такое пятнышко по краешку идет темное мы его так и индиго делаем вот и вторым или третьим уже слоем то есть как бы наслаиваем наслаиваем и не спешим вначале сильно давить не нужно сначала не нужно давить давить можно уже потом опять этот зеленый беру чтобы вот эта зеленоватость там присутствовала вот дальше у нас вот это по-моему блик мы оставили да и вот здесь блик здесь я чуть-чуть сильнее надавливаю но не максимально то есть чтобы еще можно было слои добавлять здесь может быть самые такие темные места но все же хочется чтобы не просто черный был в каких-то цветах ну это более как бы интереснее было по цвету так вот здесь тоже темно ну вот блик я обрисовал но вот в этой области тоже градация от черного к светлому ну и чтобы оставить вот эту охру и снизу у нас есть тоже черное пятнышко снизу вот и здесь я оставляю такой беленькие идут блики как бы по углу вот здесь можно черным то есть берем черный просто тупо тут не нужно ничего наслаивать разве что может в несколько слоев просто черный по-другому никак черный просто идет вот если не хотите сразу то можно так вот здесь здесь конечно какая-то белая остается здесь ну хотя не обязательно можно закрасить всего-то делов да один герой фильма говорил всего-то делов повесят их там всего-то так потом черный у нас здесь то есть это не означает что я нарушаю вот это правило что по слоях да то есть некоторые некоторые детали некоторая область рисунка мы просто вот так делаем и все так здесь градацию делаем вот все есть такие вот кнопка да ну какая она там конечно мы можем вот ее в слоях вот сначала может быть индиго потом черный но мы по сути видим там просто черный цвет ну конечно для живописности мы можем для живописности можем вот так сделать индиго а потом черный и не сильно нажимая вот но скажем так для контрастности для выразительности нам нужно здесь ну довольно терненько сделать так вот что я хотел сказать что для каких-то областей рисунка для вот как здесь да вот здесь я не дорисовал то мы там просто можем одним цветом если просто там вот какие сейчас черный да просто взял зарисовал сразу одним слоем нажимая насколько позволяет карандаш чтобы не сломать вот таким образом возьму индиго индиго у вас индиго нету то может быть какой-нибудь темно-синий плюс немножко черный добавлять если в наборе нету индиго так и здесь еще не дорисовал а черный вот и здесь идет вот как-то так да черный можно вот так смело черный цвет черный цвет аккуратненько аккуратненько вот дальше может быть индиго вот где возле краешка более осыщенный такой более по тону да так и двигаемся вниз более светлый не так сильно нажимаем хотя здесь еще может быть добавим ну нет может быть еще вот этот индиго вот индиго здесь или черный может быть смотрите здесь например черный по краешку так оставляем то есть черный можем смешивать с сжженой охрой вот здесь типа такое этой области отражено как бы свет как бы играет по металлу так вроде как вот здесь темные делаем но оставляем такие как бы блики так и вот здесь может быть таким образом так здесь я сначала предлагаю просто зарисовать используя индиго и даже черный и опять индиго так и здесь вот ну может быть вот так попробуем такие оставляя белые белые такие как бы линии так здесь еще зеленые не дорисовали вот у нас берем сначала самым светлым этим зеленым потом вот здесь темнее ну так можно оставить в принципе вот и самым темным вот сверху поэтому пятнышком чуть-чуть добавляем еще один слой и здесь немножко так средним средним вот этим зеленым может быть вот и дальше дальше так можем пока дорисовать вот в этой области здесь вот например есть еще вот такое отверстие все и еще какое-то там какая-то там беда вот такого вида вот так аккуратненько остро заточенный карандаш по идее должен был бы быть вот так да то есть я показал черную дырочку но и толщину металла да понимаете не закрасив вот эту область так и что же вот чуть-чуть черным с этой стороны особенно вот в этой области можно так сделать более темный же эта часть ближе к нам ближе к зрителю она более темно ну и принципе на референсе и градацию делаем градиент в эту сторону так и хочу взять опять же наш индиго и тут край такой неровный четкая черта и и так и черным хочется вот эти пятна все-таки черным по краюшку этих пятен можно конечно сделать индиго цвет например вот так вот сейчас еще зеленая здесь вот это черный да вот это регулятор такой есть черненький вот так и там отражение есть в металле может быть так вот эти более светлые может быть индиго а вот вот так вот 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 в металле, да, отражение? Ну, как-то так, наверное. Так, и здесь индиго, более светлые такие тона, такой серо-синий, да, индиго. Так, и вот здесь еще нам нужен один цвет. Какой-то коричневый, может быть, может быть, какой-то возьмем. Так, какой-то ореховый я взял, но также я бы взял сюда и желтый, желтоватый. Ну, это неаполитанский желтый, просто желтый можно взять. Вот, желтый здесь тоже нужен. Вот он, желтый, вот здесь смело добавляем желтый, желтизну. Вот здесь желтизну можно добавить. Добавлять. Вот, и коричневый, вот он. Коричневый, потом журная охра. Журная охра, здесь журная охра. Вот. Так, и здесь у нас тоже, вот где черный, должен быть тоже этим коричневым. Так. Здесь я закрасил, вот, может быть, блик, вот так. Вот здесь, блик идет. Вот этот блик, и здесь блик. Вот, и что я делаю? Вот он коричневый, и вот он индиго. Индиго можно добавлять сюда тоже, еще один слой. Вот, где-то может быть вот здесь индиго. Или даже черный, или вот этот коричневый. Какое-то там отражение. Так, и дальше у нас вот здесь. Вот. Так, журная охра. Коричневый. Черный, то есть по краешку. Вот. Дальше коричневый, вот здесь. Желтый. Так, вот здесь у нас тоже индиго черненьким. Так, и здесь вот такие есть у нас. на этой крутилке. Вот. Вот. И вот у нас получается такая додигалка. Где-то я еще, может быть, черненьким добавлю. Где-то, может быть. Подкорректирую, может быть, где-то. Может быть, даже попробовать. Если что, блики. Так, ну прям, кнопочка вот эта, да, еще. Ага, вот здесь как-то не выразить. Чуть-чуть затонировать. Так, здесь. Так, немножко черненьким. Это черный у меня. Вот. Ну и теперь можно вечно работать над усовершенствованием. Если вдруг что-то нужно стереть, исправить, хочу вам показать вот такой инструмент. У меня Derwent. Это электроэластик. С разными там насадками он есть. Очень хорошая вещь. Вот, например, вот я решил здесь, что нужно выберить, да, в этой области. Включаю. Да? Звук. Точек. Видите, очень хорошо стирает. Даже некую фактурку можно делать. Ну, или просто стереть. То есть, можно стереть. Вот, например, здесь. Вот. Подчистить вот в этой области. Вот. Если вдруг там я решил, что нужно немножко стереть. Ну, я как-то не сильно нажимал, но можно сильнее, и оно получится в более светлых тонах. Вот. Ну, ладно, пускай так будет. Вот. Рисуйте вместе со мной. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии, что вы еще хотели бы рисовать. Вот. Какими материалами. Может быть, цветными карандашами, или простыми карандашами, или шариковыми ручками, или... Ну, короче, линерами, маркером, и так далее. То есть, другими материалами. Если хотите. То есть, пишите, да? Не будем снимать уроки. Вот такие мастер-классы. Вот. Ну, ладно, на этом все. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok